Привет, меня зовут Глеб и сегодня я хотел бы поговорить с вами о демагогии. Здесь все-таки появится слайд, вот-вот. Демагогия это набор разных грязных приемчиков спора. Как только мы говорим о том, что это какие-то грязные нехорошие приемы, сразу возникает вопрос, а собственно человек, который пользуется этими грязными нехорошими приемами, зачем он ими пользуется. Он ими пользуется со зла или он пользуется ими несознательно, потому что он привык к такой неаккуратной манере рассуждения. Можно переключить слайд. В английском языке есть прекрасное слово fallacy. Слово fallacy имеет оба этих значения. Это может быть ошибка или небрежность в рассуждении, или это может быть уловка или софизм, то есть что-то, что используется сознательно. Эта разница очень важна, я буду к ней все время возвращаться. Можно следующий слайд. Когда мы вступаем в спор, очень полезно сразу задать себе вопрос. Какую цель мы себе ставим? Победить? На этой фотографии вы видите дебаты кандидатов в республиканские праймери с этого года, американские. Или мы хотим найти истину? На нижней фотографии вы видите кадр с конференции TED. Вообще-то я рекомендую вам сразу задать себе вопрос. Предположим, что вы с кем-то спорите и на самом деле вы не правы. Какой результат спора вы хотели бы получить? Вы бы хотели получить результат, что правда восторжествовала и вы проиграли? Окей, вы вот в этой стране, которая найти истину. Или вы хотите победить любой ценой, даже если вы не правы? Тогда вы вот там вот вместе с этими политиками. Таким образом, демагогические приемы, которые играют на победу вне зависимости от того, есть за вами правда или нет. Вам нужно использовать только если вы хотите играть на победу. Победить любой ценой. Если вы хотите найти истину, вам не нужно использовать эти приемы. Но какую бы из этих стратегий вы не использовали, какую бы цель вы перед собой не ставили, если ваш собеседник использует такие приемы, вы набите его и не давайте ему использовать такие приемы, потому что это его победа, которая в любом случае не входит в ваши интересы. Почему же люди вообще ведутся на разные нехорошие приемы? За счет чего они действенны? Я хотел бы привести пример из детской книжки. Можно следующий слайд? Я вам его процитирую. «Тысячезвездный не простит мне, что я сразу не казнил вас. Он вас простит. Мы попросим его простить вас, и он нас послушается». «Послушается?» – удивился Стозвездный. Стозвездный – это какой-то более низкий ранг, чем тысячезвездный. «Конечно, нас слушаются все разумные люди». «Простодушная девочка, сама того не зная, сказала хитрость, что звездный не посмел ей возразить, иначе ему пришлось бы признать тысячезвездного неразумным». И это в присутствии других звездных. Это пример из детской книжки, он нам кажется немного наивным и забавным, но вообще-то он очень точно демонстрирует суть вопроса. Приведен явно невалидный аргумент, и в то же время с ним собеседник не желает спорить, потому что этот аргумент использует его уязвимость. В данном случае политическую уязвимость, он не может бросить вызов начальству. Но в принципе это может быть какая-то эмоциональная уязвимость, это может быть интеллектуальная уязвимость, если вы не способны разобрать представленную вам конструкцию достаточно быстро, или что-то подобное. Следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, есть целое множество разных категорий источников информации, которые прямо ставят себе целью воспользоваться нашей уязвимостью и вбить в нашу голову ту информацию, которая нам самим не нужна. СМИ, вот на этой там строке написано «Купи слона». Политика, реклама, пропаганда — это очень известный пропагандистский корейский постер о том, как солдаты другой Кореи ребенка прямо в колодец бросают. Все эти ребята — это плохие ребята, они целенаправленно стараются внушить нам те мысли, которые им нужны, вне зависимости от того, являются ли эти мысли истиной, и естественно они почти всегда являются неистиной. Однако этим дело не ограничивается. Находясь в такой агрессивной среде, где нас постоянно засыпают невалидными аргументами, мы сами привыкаем к тому, что в дискуссии можно вести аргументами такого рода. Мы к этому привыкаем и мы начинаем использовать их сами. Кроме наших уловок и софизмов, у нас появляются наши ошибки не со зла. Мы привыкаем к этим аргументам, начинаем думать, что они нормальные, начинаем использовать их в разговоре друг с другом, не имея никаких далеко идущих целей, как эти ребята. Слышая эти аргументы от таких же, как мы, а не злонамеренных, мы еще больше убеждаемся в том, что эти аргументы имеют право на жизнь, и эта система продолжает воспроизводить сама себя. Так делать не надо. Сейчас я расскажу вам, как сделать надо. Да, спасибо. При общении есть такой чувак по имени Герман, по-моему, Грайс, который выдвинул принципы, как мы можем строить дискуссию максимально конструктивно. Я не хотел бы сейчас останавливаться на всех его принципах, но в частности нам нужно кооперироваться с собеседником. Когда собеседник предъявляет нам какой-то аргумент, он обычно не сформулирован по законам логики, но мы должны кооперироваться с нашим собеседником. Мы должны пытаться перевести аргумент, который нам предъявили на нашем обычном человеческом языке, на язык строгой логики. И, кстати, если мы видим, что какая-то посылка аргумента опущена, и то есть собеседник подразумевает ее для своего аргумента, но в то же время не сказал ей вслух, это нормально. Такое бывает сплошь и рядом, мы к этому еще вернемся дальше. Скрытые посылки – это не ошибки. Позволяйте своему собеседнику использовать скрытые посылки. Просто, когда вы восстанавливаете цепочку рассуждения полностью, делаете скидку на то, что некоторые посылки могут быть скрытыми, и вам придется их додумать. Следующий слайд, пожалуйста. Как только мы пытаемся перевести аргумент собеседника на язык логики, у нас сразу возникает первый возможный вид ошибок. Это формальные ошибки. Они называются формальными именно потому, что это ошибки в форме аргумента. Технически это ошибки рода «не следует». То есть из посылок, которые предложены, вывод просто не следует. И таким образом, это ошибки именно в форме аргумента, поэтому они называются формальными. Естественно, кроме ошибок в форме, могут быть ошибки в содержании. Я их условно называю неформальными. И хотел бы их так условно подразделить на собственные ошибки и софизмы. Это означает только то, что собственные ошибки можно допустить по недомыслию, потому что кто-то привык рассуждать небрежно. Софизмы совершенно точно говорят о том, что тот, кто их применяет, не заботится о правде, а заботится о своей победе. И это такой мощный знак насторожиться. Естественно, можно? Естественно, есть только один способ быть правым, и есть очень много способов ошибиться, поэтому то перечисление ошибок, которое я вам переведу дальше, ни в коем случае не является исчерпывающим. Есть много ошибок, о которых я сегодня не скажу, и которые, тем не менее, существуют. Начнем с формальных ошибок. Первая ошибка — это когда мы путаем необходимые и достаточные условия. Бывает сплошь и рядом. Например, когда идет дождь, моя обувь становится мокрой. Сейчас моя обувь мокрая, значит, идет дождь. Это типичный пример формальной ошибки. Мы, имея посылку «из А следует Б», в голове ее свои превратили в посылку «из Б следует А». На самом деле, необходимость и достаточность — это разные категории, такое рассуждение является ошибочным. Мои ботинки могут быть мокрыми по другой причине, кроме того, что идет дождь. Следующее, пожалуйста. Подмена понятием. Например, возьмем такое рассуждение. Все металлы — химические элементы. Бронза — это металл. Значит, бронза — это химический элемент. В данном случае, если мы переведем это рассуждение на язык логики, мы получим рассуждение вида. Все объекты категории А имеют свойство Б. Объект А большое принадлежит категории С. Значит, объект А большое принадлежит категории Б. Как только мы переводим это на язык логики, мы понимаем, в чем ошибка. Когда мы используем слово «металлы», в первой фразе оно означает химическое понимание слова «металл» — это термин. Во второй фразе — это наше обыденное понимание слова «металл» — это не термин. Эти категории различаются, соответственно, мы не можем использовать это понятие в рассуждении в обоих значениях. И таким образом оно приводит нас к ложному выводу. В принципе, существует множество других видов формальных ошибок. Клик, пожалуйста. Я бы не хотел на них всех останавливаться. Суть, в общем и целом, заключается в том, что в логике есть много законов. И нарушая любой из этих законов, мы получаем формальную ошибку. Например, вот в предыдущем случае мы нарушили закон тождества. Вот помните, есть такой закон «а равно а». Когда мы говорим «а», мы всегда имеем в виду одно и то же. Вот сейчас мы под словом «металл» имели в виду не одно и то же, мы получили ошибку. Нарушаете любой закон логики, получаете формальную ошибку. В принципе, формальные ошибки – это самые нестрашные из всех ошибок. Если допущена такая ошибка, скорее всего, вы можете поговорить с человеком, который ее допустил, починить его рассуждения и привести его к нормальному виду. Меня лично они настораживают меньше всего. Дальше, пожалуйста. Пройдем к неформальным ошибкам. Вот я на самом деле вам читаю сегодня лекцию только ради того, чтобы показать эту картинку. Здесь у чувака есть борода из пчел, и картинка гласит «у меня есть борода из пчел», значит я прав. Это называется ошибка релевантности. Ошибка релевантности обычно имеет форму ложной скрытой посылки. Таким образом, аргумент имеет правильную форму, но одна из посылок ложная, и она приводит к, возможно, ложному выводу. В данном случае у нас имеется скрытая посылка «всякий, у кого есть борода из пчел, говорит правду». Эта посылка является ложной, поэтому мы не вправе считать, что она приведет нас к правильному выводу. Конечно, это анекдотический пример. Существует множество более-менее очевидных и поэтому более опасных видов ошибок релевантности, и сейчас я вам расскажу о некоторых из них. Например, ошибка от Хомена. Ошибка от Хомена может существовать в разном виде. Например, вот у Михаила Жванецкого есть монолог «Стиль спора», и в нем есть фраза «Что умного может сказать человек с таким носом?» Это называется переход на личности. Таким образом, у нас есть посылка, что скрытая, что человек с таким носом не может сказать ничего умного. Это скрытая посылка о личности собеседника. Посылки о личности собеседника вообще не имеют никакого смысла. Ложная посылка приводит к компрометированному выводу. Все как обычно. Стоп. Есть другой вид аргумента от Хоменом – это нахождение легко критикуемого собеседника. Легко критикуемого союзника-собеседника. В просторечии часто на него ссылаются как сведение к Гитлеру. Гитлер тоже был вегетарианцем. Давайте всех набить вегетарианца. Я думаю, понятно, в чем тут проблема. Проблема в том, что мы говорим, что всякий, кто согласен с Гитлером, неправ. На самом деле, опять, мы вставляем в свое рассуждение ложную скрытую посылку, и мы получаем плохой вывод. Наконец, еще один вид аргументации от Хоменом, который я хочу привести – это так называемая генетическая ошибка. Например, по телевизору все время хвалят ГМО. Значит, ГМО нельзя верить. У нас имеется скрытая посылка о том, что все данные, которые исходят из такого-то источника, являются ложными. Это плохая посылка, на нее нельзя полагаться. Даже если мы считаем телевизор предвзятым источником информации, это не значит, что все, что из него исходит, автоматически является ложью. Такая посылка делает нас очень уязвимыми к манипуляциям, потому что мы начинаем считать ложным все, что исходит из определенного источника. Если источник действительно плох, можно туда что-то подбросить, и мы начнем считать это ложным. Очень плохо. Не делайте так. Дальше, пожалуйста. Еще есть частный случай ошибки релевантности, который называется апелляция к авторитету. Апелляция к авторитету не является невалидным аргументом. Она может являться слабым аргументом. Вообще-то мы постоянно обращаемся к авторитетам, потому что нам нужно обращаться к авторитетам. Мы в каждом своем разговоре не восстанавливаем историю развития человеческой мысли с самого начала, там, с шумеров и с древних египтян. Мы пользуемся тем, что для нас уже кто-то другой сделал, и мы ссылаемся на его авторитет. Это нормально. Но такая посылка может оказаться слабой по следующим причинам. Во-первых, авторитеты могут ошибаться. Конечно, они не всегда правы. Они могут быть не согласны друг с другом. То есть один авторитет сказал одно, другой сказал другое. Я привожу одного, ты приводишь другого. Мы не можем быть правы одновременно. Авторитеты могут быть предвзяты. И цитата авторитета, конечно, может быть переврана. То есть если кто-то сказал, что там Эйнштейн говорил то-то, это не значит, что Эйнштейн правда это говорил, и что это вообще является истинным утверждением. Авторитет может иметь форму личности, большинства или традиции. То есть когда вы видите аргумент вида «в нашем селе уже сто лет так делают», это тоже на самом деле ссылка к авторитету. Просто не к авторитету конкретной личности, как мы это обычно делаем, а к авторитету традиции. Или там только какие-то ненормальные люди ходят в ботинках с розовыми шнурками. Это апелляция к авторитету большинства. Апелляции к авторитету большинства и традиции еще хуже, чем апелляции к авторитету личности. Они являются слабыми почти всегда. Дальше, пожалуйста. Есть отдельный частный случай ошибки релевантности, на котором я бы хотел остановиться, потому что она особенно ужасна. Называется Divine Fallacy или божественная ошибка. В этом случае наша ложная посылка, из которой мы зря исходим, это «все, во что я не могу поверить, является неправдой». Например, креационисты часто приводят аргумент «я не могу поверить, чтобы обезьяны превращались в человеков». Значит, этого не происходит. На самом деле, конечно, эта посылка ложна. В мире происходит множество вещей, которые мы не в состоянии себе представить. Это наши проблемы, а не проблемы мира. Такой посылкой нельзя пользоваться. Это очень глупая ошибка, она мне очень не нравится. Дальше, пожалуйста. Есть очень интересный вид неформальных ошибок. Это ошибки, связанные с неопределенными понятиями. Если мы оперируем какими-то понятиями, которые имеют не размытые границы, неопределенные, возможно, это приведет к тому, что наше рассуждение окажется ошибочным и приведет нас к неправильным выводам. Например, в этой куче много песка. Если вы брать из кучи, где много песка, одну песчинку, в ней останется много песка. Значит, сколько бы песка мы не забирали из этой кучи, в ней останется много песка. Проблема в том, что границы этого понятия «много» размыты. И вот этот вот аргумент, когда мы убираем одну песчинку, он плохо интегрируется, говоря языком математики. За счет того, что границы размыты, мы пытаемся оперировать понятием с размытыми границами, и у нас появляется вот такая ошибка. Другой вид оперирования неопределенным понятием, часто на него ссылаются как шаг в бездну. Это доктор зло, если кто-то не знает. Если ты сейчас пойдешь на компромисс со своей совестью, ты станешь злодеем, а у злодеев нет пути назад. На самом деле в этом есть доля правды. Когда мы идем на компромисс со своей совестью, мы приближаемся к злодеям, у злодеев нет пути назад, но границы понятия злодей размыты. Возможно, сейчас мы там сделаем что-то нехорошее, а потом не станем злодеями, и такие потом будем все в белом все равно ходить. Таким образом, если вы хотите построить строгое рассуждение, которое гарантированно даст вам хорошие выводы, старайтесь избегать понятий, границы которых не определены. Дальше, пожалуйста. Ничтожные аргументы. Ничтожный – это очень смешное слово, но оно также является термином. Ничтожный – это такой, который не может иметь никаких последствий. В юриспруденции тоже используется этот термин. Например, если вы заключите контракт, по которому вы отдаете в себя в рабство, этот контракт будет ничтожным. Он противоречит законодательству, он по закону не имеет права иметь никаких последствий. Ваша свобода защищена Конституцией. Ну, по законодательству. Аналогично, ничтожные аргументы – это аргументы, которые не могут иметь из себя никаких следствий. То есть, они бесполезны, их можно смело выкинуть. Самый распространенный пример ничтожного аргумента – это так называемый порочный круг в рассуждениях. Например, один араб, с именем которого я не справлюсь, думал, что он доказал пятый постулат Эвклида. Это о том, что через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данной. Для того, чтобы ему это доказать, ему потребовалось ввести дополнительный постулат. А потом другой европеец доказал, что постулат, который он ввел, был эквивалентен исходному. То есть, одного этого постулата достаточно, чтобы вывести то, что через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данную. Рассуждения этого араба, кстати, на картинке, естественно, не он, рассуждения этого араба были правильными. В них не содержалось ошибки. Но за счет того, что он уже опирался на то, что он пытался вывести, он стал жертвой ошибки порочный кругу рассуждений. Таким образом, его аргумент был ничтожен, и мы не вправе делать из него никаких выводов. Другой пример, можно там клик сделать, это нефальсифицируемые аргументы. Допустим, кто-то нам говорит, ни один шотландец не скажет, что звуки волынки ужасны. Мы находим человека с шотландским паспортом, который говорит, звуки волынки ужасны. Тот, кто нам предъявил этот аргумент, говорит, не, это ерунда, ни один истинный шотландец не скажет, что звуки волынки ужасны. Таким образом, он вводит это понятие истинного шотландца и модифицирует его под нужды своего доказательства. То есть, если мы найдем, например, шотландца в килте, и вот с этой дурацкой шапкой, который тоже говорит, что волынка ужасна, он скажет, это тоже не истинный шотландец, он модифицирует это понятие под свои нужды, и за счет того, что он модифицирует это понятие под свои нужды, получается, что его аргумент становится нефальсифицируемым. Он становится таким, который в принципе невозможно опровергнуть. Нефальсифицируемые аргументы – это один из видов ничтожных аргументов. Если аргумент нельзя опровергнуть в принципе, нельзя поставить критический эксперимент, из него не может следовать никаких выводов. Дальше, пожалуйста. Еще один вид неформальных ошибок – это ошибка поспешного обобщения. Опять-таки, это не невалидный аргумент, это потенциально слабый аргумент. Например, я видел несколько десятков овец, и все они были черными. Значит, все овцы были черными. Мы постоянно делаем обобщения в своей жизни. Мы не можем делать иначе, потому что иначе у нас будет очень мало исходных данных, если мы будем оперировать только исходными понятиями целой категории. Поэтому мы вынуждены строить эти восходящие аргументы, которые идут от частного к целому. Но, естественно, когда мы строим такой аргумент, наше обобщение может оказаться плохим. Может быть, те объекты, которые мы изучили, чтобы сделать из них вывод, окатались не вполне репрезентующими все множество объектов, на которые мы экстраполировали этот вывод, и мы стали жертвой вот такой ошибки. Дальше, пожалуйста. После не значит вследствие. Одно событие произошло после другого. Наш мозг часто подменяет эту конструкцию тем, что одно событие произошло вследствие другого. Я проткнул его куклу Вуду иголкой, и после этого он сломал ногу. Значит, Вуду работает. Нет. У нас имеется ложная посылка, что все, что произошло после, произошло вследствие. Это плохая посылка, нельзя ей пользоваться. На этом у нас заканчиваются ошибки, которые, как мне кажется, в принципе, можно допустить по недомыслию. Я их назвал в нашей классификации сначала, собственно, ошибками. Если ваш собеседник допускает ошибки такого характера, это значит, что он привык размышлять в довольно таких небрежных категориях и небрежных границах. Это его очень компрометирует. Возможно, вы не захотите иметь такого собеседника интеллектуальным партнером. В то же время, если он допускает их немного, это, в общем-то, окей, мы все допускаем такие ошибки. Дальше у нас будут софизмы. Софизмы – это ошибки, которые, с моей точки зрения, можно допустить только со зла. Если ваш собеседник использует аргументы такого рода, это значит, что он пытается вас продавить. Я лично на этом месте начинаю думать, с ним нужно немедленно прекратить кооперацию. То есть я с ним кооперируюсь, я пытаюсь понять, что он имел в виду, он пытается меня обмануть. Это плохо. Вот первый пример такого статизма. Этот прием называется «Соломенное чучело». Вот посмотрите на две картинки и скажите, с кем из этих ребят вы бы предпочли сразиться? Тут с одной стороны воина, с другой стороны чучело. Ну, наверное, с чучелом сражаться так попроще. В этом и заключается прием. Мы подменяем аргумент собеседника более слабым и легко опровергаем его, потому что он слаб, мы его подменили. Ты думаешь, что расходы на образование завышены? Ты что, хочешь, чтобы мы жили в невежестве? Следующий, пожалуйста. Черри пикинг. Черри пикинг – это не про вишенки, это про то, что из всего множества примеров, которые существуют в реальном мире, собеседник выбирает только некоторые, те, которые подтверждают его теорию. Например, я поговорил со всеми, кто выжил на Титанике, и каждый из них говорит, что лодок было не так уж мало. Ну, конечно, те, кто выжил, они получили вместо в лодках, это совершенно явно, ты выбрал только тех, кто получил вместо в лодках. В данном случае, конечно, имеется проблема, потому что тех, кто утонул, не очень-то опросишь, но это типичный пример черри пикинга, который в данном случае приводит к абсурдным результатам. Дальше, пожалуйста. Ложная дихотомия. Идея в том, что собеседник хочет нас подтолкнуть к какому-то выводу, и он делает вид, что есть только такой вариант и, очевидно, плохой. Например, вот этот парень мог бы сказать «сдавайся или умри» вот прямо сейчас с этим лицом. На самом деле, когда нам подсовывают ложную дихотомию, суть цифизма в том, что от нас скрывают другие возможности, которые есть. Например, мы могли бы сразиться с этим парнем, хоть он и Арнольд Шварценеггер, и победить его. У нас есть другие варианты, кроме сдаваться или умереть. Дальше, пожалуйста. Red Herring. Red Herring – это действительно красная селедка. Это вполне устоявшееся название такого класса уловок. Оно происходит от одного забавного случая, когда одного американского преступника выслеживали с собаками, и он разбросал красную селедку. Красная селедка – это просто один из родов селедки. В надежде на то, что запах селедки собьет собак со следу, и собаки заинтересуются селедкой, а не тем, чтобы за ним гнаться. Соответственно, Red Herring – это уловка, которая стремится отвлечь вас от, собственно, спора каким-то очень сильным стимулом. Обычно это какой-то эмоциональный шок, в который вас пытаются ввергнуть. Клик, пожалуйста. Есть еще несколько видов цифизмов, на которые я не нашел смешных картинок, но о которых я бы хотел вам сказать. Например, аргументы вида «всем очевидно что». Это вот как все, наверное, писали курсовые, и когда вы не находите источников, которые подтверждают то, что вам нужно, вы говорите, ну, считается что, или многие исследования утверждают что, но на самом деле это означает, что я хочу это сказать, а источников у меня нет. Это слабый аргумент, все, кто проверяет курсовые, это знают, ну, просто не пользуйтесь такими фразами, они не работают. Или апелляция к невежеству. Апелляция к невежеству – это очень интересный вид цифизма. Он сводится к тому, что, ведя дискуссию, я априори говорю тебе, что ты не можешь иметь никакой компетенции в том, о чем мы говорим. Например, потому что ты жил в таком обществе, которое не дало тебе это узнать. Существует всемирный заговор, который не дал себе это узнать. Ты априори невежественен. Ты априори невежественен, не имеешь права со мной спорить. Опять же, это не полная классификация ошибок и уловок. Но сейчас я хотел бы, клик, пожалуйста, я хотел бы сыграть с вами в игру. Я сейчас буду приводить разные примеры плохих аргументов, а вы будете говорить мне, какой вид ошибки в нем допущен. Итак, мы сделали редизайн нашего сайта. И после этого конверсия, то есть количество людей, которые у нас что-то купили на нашем сайте, резко увеличилась. Значит, редизайн работает. Какой это вид ошибки? После не значит следствие. Точно, это ошибка вида после не значит следствие. По баллам она подсветилась красным. Кстати, вам видно, что тут написано? Да? Хорошо. Давайте еще. Клик вперед. Мой муж стал часто приходить домой поздно. Значит, он мне изменяет. Нет, не размытые границы. Мой муж поздно приходит домой. Значит, он мне изменяет. Смотрите, каждый муж, который изменяет, действительно приходит домой поздно. Потому что, да, это необходимое достаточно. Но, возможно, у него есть какие-то другие причины, кроме измен, чтобы приходить домой поздно. Окей, хорошо. Допустим, ваш партнер на переговорах говорит вам, принимай мои условия или проваливай. Да, это ложная дихотомия. Он пытается скрыть от вас тот факт, что вы могли бы с ним еще поторговаться за лучшие условия. Предположим, что у вас сложные отношения в семье, и ваша мать говорит вам, ты споришь со мной, потому что твой отец подучил тебя. Переход на личность? Ну, это можно рассматривать как переход на личность, но нет. Смотрите, мать не пытается, это гипотетическая мать, не пытается оспорить суть аргумента. Она говорит, проблема аргумента в том, что его тебе рассказал твой отец. Да, это от Хоминым, это не апелляция к невежеству, точнее, это генетический аргумент. То есть, вместо того, чтобы критиковать сам аргумент, мы критикуем источник, из которого он происходит. Так делать не следует, потому что даже из плохого источника могут исходить здравые аргументы. ГМО очень вредно. Вы все не знаете, почему оно вредно, вы не можете найти никаких исследований, потому что оно вредно. Потому что корпорации, которые производят ГМО, подкупили всех ученых мира. Существует заговор, который скрывает то, насколько вредно ГМО. Да, это типичная апелляция к невежеству. Все эти теории всемирного заговора, это всегда апелляции к невежеству. Вы разобьете мне сердце, если не согласитесь со мной? Да, это ред херинг. В принципе, его можно рассматривать как ошибку релевантности, тогда у нас будет скрытая посылка вида. Все, что разбивает мне сердце, является ложным. Но это такой очень притянутый за уши. На самом деле, это типичный ред херинг. Хорошо. Еще один пример. Я рассказал вам лекцию об ошибках в рассуждении. Вы можете верить всему, что я вам говорю. Это же правда. Да, это апелляция к авторитету. Спасибо. Вопросы? Как вы классифицируете аргумент «Ой, все». Что? Перед тем, как фальсифицировать аргумент, мы должны, там в начале был слайд, мы должны попытаться... Мы должны сначала попытаться его перевести на язык логики. Нет, я думаю, что вы просто недостаточно хорошо коллаборируетесь. На самом деле можно. Я бы его, например, разложил так. Ваш аргумент вызывает у меня сильный эмоциональный диссонанс. Все, что вызывает у меня эмоциональный диссонанс, неправильно. Значит, ваш аргумент неправилен. Примерно так. На самом деле у нас типичная ошибка релевантности. У нас есть вот эта ложная посылка, что все, что мне не нравится, неправильно. И вот. Если мы проявляем достаточно желания, мы почти любой аргумент, даже такой ужасный, можем перевести на язык логики. Но просто это довольно трудоемкий процесс. И если наш собеседник засыпает нас такими аргументами, очень плохими, снова и снова, то есть мы трудимся снова и снова, а на выходе получаем мусор, то нужно просто перестать с ним коллаборироваться, перестать считать его годным собеседником. Но может быть у него какой-то временный срыв, и нужно дать ему еще шанс. На самом деле у всех бывают срывы. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А есть ли пример такого спора, может быть, среди политиков или среди каких-то вот, не знаю, академистов, которые бы посоветовали посмотреть, может быть, ролик на YouTube и невозможно научиться этому? Дело в том, что на практике, если вы хотите играть на победу, политики, например, играют на победу, то вам нужно использовать разные демагогические приемы. Например, вот Винстон Черчилль, он был очень известным, хорошим оратором, на полях одной из его речей есть сохранившаяся его карандашная заметка. Аргумент слаб, повысить голос. Спасибо. 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 Спасибо.